доброго дня я прошу тех людей которые сейчас смотрят уже видеотрансляцию сообщить как слышно поставьте плюс либо напишите хорошо ли слышно сегодня уже осталось несколько дней до очередной годовщины иловайского котла я хотел поговорить именно об этом прошу сообщить еще раз насколько слышно чтобы у нас не было сейчас проблем со звуком нормально слышно да добрый друзья давайте сделаем небольшой экскурс и для тех людей кто уже мало что помнит 14 года или тех людей кто помнит все отчетливо и для тех кто коснулся каким-то образом этого трагедии и этого акта героизма то есть имели людей знакомых друзей сами участвовали либо тех кто слышали все мы помним майдан ну я хочу сказать например как он через меня прошел до майдана я фактически более 17 лет был частным предпринимателем я никогда не от того не зависел сам старался как бы и кормить свою семью и тех людей которые у меня работали но честно скажу настроение у меня после первой и второй помиранчика после первого майдана и перед вторым майданом было не очень оптимистическое то есть я думал что навряд ли люди уже смогут подняться потому что янукович демонстрировал хамство наглость цинизм тянул на всех русский мир ну а люди в общем то большая часть молчали ну и честно скажу подумывали даже о том что действительно может быть уехать из страны начать работать другой стране а майдан он дал вторую надежду он показал что люди все-таки во всяком случае активная часть готовы становиться рядом плечом кличу строить здесь европу не искать лучшей доли за рубежом ну и помните сразу как только сбежал янукович тут же пошла информация о захвате крыма я сам родился в севастополе и прожил там ну фактически до 2000 300 года потом я переехал в донецк где я женился там родились мои дети трое мальчишек и когда я увидел что происходит севастополе что происходит крыму когда не милиция не избу не армия никто не реагировал на то что происходит я если честно находясь в донецке был состоянии шока потому что я не понимал как так вот революция произошла вот мы начинаем строю строить новое общество вот надежды вот небесную сотню мы только похоронили а вот так сдаем нашу территорию ну ничего не трогайте не ругайтесь все будет добрый за нас американцы все решат и прочее прочее мы в итоге вот так крым потихоньку издали и к 16 березня фактически когда россия провела там свой псевдореферендум можно сказать крыма не оккупировали началась та же самая история на донбассе назначили губернатором народную таруту начались пророссийские митинги мы очень удивлялись потому что мы никогда не думали что донецке на полном серьезе могут быть пророссийские митинги это сейчас мы знаем что масса привозили людей с ростова на дону с краснодара туда все удивлялись и я и некоторые мои товарищи создали сам оборону донбасса которая начала охранять украинские митинги про украинские потому что их пытались разгонять пытались избивать людей которые с них уходили полиция милиция тогда еще не реагировала абсолютно мы приезжали в киев рассказывали о том что раз янукович и его посипака ахметов раскручивают антиукраинскую истерию что не милиция не власти не реагирует никак на избиение украинцев что ходят слухи и раскачивает рабочих о том что будут там них и зарплаты на восстановление война на деньги изымать и прочее прочее но никто не реагировал и фактически начался та же самая история на донбассе только мы уже сказали что хватит нам одного крыма все там без всякой помощи без помощи государства даже было противодействие начали создавать добровольческий батальон я лично 23 насколько помню еще апреля заявил о том что мы берем руки оружие и начали создавать тогда еще незаконные вооруженные формирования патриотической направленности начали создаваться другие добробаты и в принципе к июню месяцу мы смогли отбить большую часть районов зонбасса я насколько помню тогда сообщала донецкая областная державная администрация том что семь районов и туда никак не залезли орки первое вооруженное серьезное столкновение когда у нас погибли люди она была уже в мае под карловкой после чего мы поняли что кстати нам тоже никто не помог тогда у нас погибло несколько человек два раза больше погибло орков и мы приняли решение принять предложение авакова и вступить в национальную гвардию кстати сейчас говорят что вот там батальоны милиции менты там какие-то еще там кто-то дело в том что тогда добровольческие подразделения создавались именно в системе мвд то есть эти люди не были милиции милиционерами но на фоне сотен тысяч милиционеров и сбушников которые смотрели на все это ничего не делали хлопцы получали возможность таким образом взять оружие и к лету 14 года в июне если вы помните порошенко впервые заявил о перемирии они в донецке начали мириться а мы после первого боя после наших погибших товарищей когда мы фактически формировали снова петровцах уже батальон национальной гвардии мы не понимали почему он тянет время ведь там сейчас на донбассе в четырнадцатом году можно было малой кровью все сделать даже если просто отпустить добровольца не задерживать дать им оружие но тем не менее время затягивалось и как мы узнали потом за это время и российские инженерные части при поддержке пророссийских наемников организовали серьезные бетонные укрепления инженерные коммуникации смогли вооружиться ну тогда я вместе с хлопцами из донбасса вышел на майдан и вместе с то есть помните была рада сотен майдану мы огласили что будем блокировать администрацию президента для того чтобы прикатить это перемирие и вручили порошенко ходатайство о том что мы требуем ввести военное положение и дать нам возможность нашу родину освобождать и к четырнадцатому году в четырнадцатом году в 30 июня порошенко заявил я с ним лично встречался он заявил о том что да он перемирие заканчивает после этого в июле началось освобождение в конце июня начале июля началось освобождение очень быстро оккупированного донбасса освободили донбасс принял участие батальон в бою за славянск тогда это последнюю заткнули деревню которая на поселок который через который снабжали славянск и группировку гиркина и после этого он сам ушел со славянской то есть типических освобождений славянска не славянска не было потому что после закрытия котла вокруг славянска его освобождать уже не ну скажем так охранять было нет нет смысла потому что никто бы не подвез не не подкрепление не оружие и гиркина отпустили выпустили он пошел через кроматорск пошел через бахну через горлов в донецк то есть тогда можно было уничтожить все это но принято решение нашей власти дать гиркина уйти после этого добровольцы в частности вот наш батальон освобождал висичанск опасную и территория орков продолжала сужаться как шагреневая кожа мы готовы были дальше идти на первомайск но при заходе туда нам не была оказана никакая поддержка и мы уже понимали что без поддержки армии без поддержки других частей было достаточно тяжело и август пришел эйфория эйфория абсолютно правильно потому что хлопцы освобождали нашу землю падает эйфория очень сильно была подорвана тем что мы видели например в том же лисичанске когда мы зашли в лисичанск там была история что сначала часть гвардии кадровая не могла его взять не могли взять его висковые в том числе были взяты в плен несколько офицеров национальной гвардии дальше мы вместе с подозрением 24 бригада освобождаем этот город и заходим в отделение милиции и видим там в белых рубашечках галстучках с оружием с автоматами милицию которые заявляют что она в оккупированном городе охраняет общественный порядок ну и конечно для нас было шоком когда мы видели что вчерашние студенты вчерашние предприниматели очень многие из которых вообще не служили раньше в армии рискуют своей жизнью а сбушники очень многие очень многие полицейские милиционеры висковые не готовы эти дела это наставники и так далее для нас это было тогда шоком и была поставлена задача взять иловайск иловайск это очень важный железнодорожный узел после взятия которого вопрос окружения донецка был бы делом нескольких дней была поставлена задача такая батальоном азов донбасс батальоном шахтерск и правый правом сектор ну и помогала сбройные силы украины помогали артиллерии артиллерии первый штурм оказался неудачным донбасс с правым сектором дошел до города азов связали боями он не смог дойти шахтерск тоже второй штурм он уже был более удачный к сожалению явился к началу штурма только донбасс и днепр сбройные силы помогали минометами помогали артиллерии было выделено сводная рота 51 бригады и рота тактической группы 17 танковой бригады и батальон кривбас тогда плотно держал опорные пункты мы обошли город зашли населенный пункт грабская и зашли в город иловайск и фактически выполнили свою задачу в той же день это было 18 число то есть 18 числа батальон донбасс и потом зашедший батальон днепр и висковые которые зашли с нами рота сводная они выполнили задачу но вторая часть города была не занята потому что не пришли все батальоны на следующий день я получаю ранение получает ранение еще несколько человек я передаю своему заместительному командование и дальнейшее нахожусь после операции нахожусь в больнице а из больницы я разговариваю с аваковым разговариваю с порошенко разговариваю с полтораком который был тогда командующим цены гвардии все что я им рассказываю я рассказывал в прокуратуре еще четыре года назад но это в общем то все стоит перед глазами и я требовал просил что либо пусть выведут наши хлопцев оттуда потому что что им делать городе если задача выполнена либо усилят усилить нас могли только батальоном миротворец батальоном свитязь батальоном херсон батальоном ивана франковска к сожалению слово батальон здесь не особо применимо потому что эти батальоны были в несколько десятков человек и большая часть из них но это батальоны патрульно-постовой службы то есть которые не совсем были готовы к подобным сражениям а дальше наступает то что я иначе предательство назвать не могу я рассказываю так подробно потому что я понимаю что очень для многих слово иловайск уже превратилось что-то далекое многие с памятью эти уже обстоятельства стерлись поэтому я вкратце пройдусь по вехам а дальше начинаются такие интересные вещи как 23 число 23 августа 24 августа заходят российские войска и начинают двигаться к лобайску сообщает об этом разведка сообщает об этом военная разведка муженко гелетей в том момент у министра обороны порошенко не реагирует 24 числа идет парад никто не реагирует 25 числа о том что зашли уже российские войска и они идут к лобайску кричат уже даже журналисты и 28 числа фактически уже кольцо окружения вокруг лобайска я рассказываю по основным вехам но кто хочет может вернуться к фейсбуку статьям 14 года августа и вспомнить эти моменты кричат уже не только висковые требуют подкрепления или вывести войска кричат уже даже журналисты 28 числа я вместе с егором соболевым который был тогда в киеве я находился тогда в днепре в больнице после операции мы организовываем и также патриоты непосредственно в киеве организовываем митинг в киеве под министерством обороны и под администрация президента с требованием либо вывести войска либо дать помощь все время и лысенко если помните спикера то и масса других генералов и сам спикер администрации президента заявляют что помощь идет все в порядке 23 24 25 войска из можно было вывести и никакого котла бы не было в эти же дни можно было туда завести подкрепление информация о том что подкрепление не брала ложь я сейчас народный депутат который не просто был тогда под иловайском командовал подразделениям я в комитете испытаний нацбеспеки и обороны прошли уже расследование верховной рады прошла последование прокуратуры так вот я общался с массой людей и не только читал это материалах но и с массой людей которые подтверждают что очень многие висковые в краматорске и вне территории донбасса тогда кричали и требовали отправить их под иловайск этого сделано не было войска выведены не были и дождались того что после парада к 28 числу фактически город был уже окружен а дальше можно было сделать несколько вариантов первый вариант это деблокировать ударить деблокировать с двух сторон второй был вариант остаться обороняться в городе третий вариант был выходить через позиции российских наемников а не через позиции российских войск можно было пробиваться в другую сторону было достаточно много людей не только добробаты но еще и лисковые сбройной силы украины техника поэтому можно было сделать очень много однако 29 числу начальником генерального штаба муженко проведены проводятся переговоры это официальные данные переговоры с российским генштабом в котором он якобы договаривается о том что войска выйдут согласовывается маршрут и вместо того чтобы деблокировать группировку либо пробиваться в другую сторону либо занять оборону принимается решение выводить войска прямо на зарытые российские танки и они начинают просто расстреливать наших как в тире я находился тогда в больнице города днепропетровска со мной связались хлопцы когда они уже были в червоносельском сожалению тот человек который я оставил за себя командовать это подполковник уласенко покинул колонну как он объяснял потом батальона машины унесла в другую сторону он попал в плен с его слов и прочее прочее сейчас трудно анализировать события самое главное что обещали в многополе вытащить хлопцев прислать туда несколько колонн мы ждали это буквально два дня ну и потом началась сдача в плен а часть групп прошла пробилась с оружием в руках в том числе одна из них под командованием второго комбата донбасса которую я оставил потом вместо себя когда ушел в парламент подполковник анатолий виногродского который пробился вместе с хлопцами не сдался в плен сейчас по данным официальным погибло тогда в этом коридоре 366 человек 300 попало в плен 158 попало в без вести 429 было ранено если посчитать без вести и тех кого официально признали погибшим это около 500 человек если посчитать тех людей которые были неофициально цифры гораздо больше сразу же после этого сразу же после этого через четыре дня проходят минские соглашения на которых порошенко принимает условия путина которые выражаются в том что украина признает право сепаратистов провести выборы создать свою народную милицию сделать амнистию всем тем кто убивал наших висковых вести трансграничное сотрудничество с российской федерации и после этого мы говорим о том что мы действуем только мирным путем все по словам порошенко наши возможности военные после этого забирать наши земли отбивать их исчерпаны это 5 сентября и после этого после этого с вторжения россии до 5 сентября россияне фактически очень серьезно нарастили эту территорию которую они контролировали то есть сужение их базы замедлилось и наоборот они взяли наши территории прошло с того момента четыре года все те кто тогда когда наши хлопцы отчаянно нуждались помощи сейчас не покараны уголовное дело в суд не передано расследование верховной рады которая проводилась верховной рады предыдущего созыва специальной комиссии дала четкий ответ на вопрос то виноват начальник генерального штаба министр обороны и тот человек который отказался выполнять свои обязанности вводить военное положение и который все это время занимался самообогащением и торговали с оккупантами и как мы знаем практически все требования завоевания майдана были за это время стерты генерал муженко стал генерал армии был повышен звание президент порошенко до сих пор президент украины это то что было в четырнадцатом году 14 года у нас было очень много возможностей добиться правды к сожалению эти возможности не были использованы потом было дебайцево потом был донецкий аэропорт компания дискредитации добровольческого движения все это было имея колоссальный опыт более 20 лет издевательств над украиной спецслужбы абсолютно цинизм власть мародерская наша власть сделал очень простую вещь она добилась того что все те комбаты которые пошли верховную раду и пошли в те политические силы которые были у власти не поддержали больше требования о воссоздании комиссии по расследованию новой верховной ради я несколько лет писал запросы другие фракции и меня не поддержали даже эти люди которые тогда командовали батальонами к сожалению очень многие люди которые были тогда на войне они забыли ради чего все это начиналось и возможность быть у кормушки прислуживать мародерам для них это перепели превысило фактически мысль желание стремление все-таки добиться создания новой украины и добиться того чтобы люди которые создали лавайский котел их авторы были привлечены к ответственности я говорю о тех людях которые пошли потом в полицию я уважаю очень много честных полицейских однако вместо того чтобы с нами требовать наказание возле или в парламенте или возле прокуратуры эти люди наоборот стали петя самым фактически убийцами своих товарищей очень многие люди скурвились уже после этого не выдержали испытания или временем или деньгами и очень многие люди фактически ничего не делали вообще а та небольшая группа добровольцев которая действовала все эти годы активно она к сожалению и было слишком мало для того чтобы добиться сломать хребет этой системе и добиться передачи дела в суд именно эта группа была основой тех кто делал блокаду и первую и вторую и четырнадцатого года и семнадцатого выходил на грушевского тех людей которые если вы помните объединившись в шестнадцатом году смогли вытащить валентина лихолита сайдара заставить генерального прокурора прийти и сказать мы были неправы когда у нас собралось около тысячи на крещатике к сожалению очень многие забыли что кровь их товарищей она должна быть не просто отмщена а должна была поставлена точка в этом расследовании ну и конечно большое спасибо всем тем кто не опускал руки не стяна дождь из дерьма на то что людей кидали в тюрьму на то что им говорили невесте которые продолжали борьбу прошло четыре года почему это важно почему не стоит забывать про его власть друзья мои ну и не другие я там смотрю по написанию тут всякие есть вы граждане украина и украина она не только наша страна которую мы любим но это государство которое должно защищать вас которое должно давать возможность здесь зарабатывать спокойно на жизнь себе и своей семье честно которое должно способствовать тому чтобы наши дети учились здесь это государство которое мы не должны искать в европе или сша а больше десяти миллионов людей уже уехал и это армия которая должна защищать это спецслужба которая должна защищать и когда сначала четырнадцатом году мы узнаем что 20 лет нас кормили сказками о том что у нас есть армия что нас кормили сказками о том что у нас есть милиция а на самом деле все это время страну грабили и имитировали только наличие государственных институтов мы должны понять что это закончилось нам говорят что у нас есть новая армия кто говорит все те же самые люди начиная с порошенко уценка авакова которые уже в этой системе 20 лет нас грабили на разных должностях и когда люди обычные люди вчерашние студенты предприниматели врачи рисковые полицейские небойдужие люди та небольшая прослойка нации которая не уехала не спрятала голову в песок не молилась не пышалась а пошла воевать когда их загоняет фактически в котел уничтожают потом тоже самое происходит в аэропорту ну с небольшими вариациями даже самая история происходит в дебайцево а потом нам сообщают о том что торговать россии это хорошо а потом нам сообщают о том что ни один из воров и убийц времен януковича не покаран и новые кто появились не покаран когда мы видим как люди эвакуируются из страны если мы не надо не научимся привлекать к ответственности преступников не научимся ставить точки в таких вопросах как и ловасть никакой просвойки людей которые вечер душно будут жертвовать за вас жизнь их не будет в итоге потому что они будут видеть что к сожалению выходить и жертвовать собою за народ это прямой путь не чести не к новой украине об совершенно другим местам поэтому чтобы вернуть доверие к армии чтобы наши хлопцы понимали что эти ошибки и преступления дальше не будут повторяться я прошу прощения немножко неправильно вырезался не к армии доверие к армии есть и оно очень большое чтобы вернуть доверие командованию к новому что он не будет организовать эти котлы чтобы люди уже понимали что страна защищена чтобы страна наша развивалась мы должны все таки добиться чтобы рано или поздно прошел суд по иловайску по дебальцево понятно что без смены власти это уже не сделаешь слишком уж страшно тем людям которые сейчас теряют власть за свое будущее и тем которые выполняли незаконные приказы действовали незаконно или бездействовали договаривались с врагом о зеленом коридоре либо вообще ничего не делали но тем не менее пусть нас заинтересованных людей которые будут до конца несмотря ни на что этого требовать пусть на даже останется 10 человек мы там будем добиваться но я хочу чтобы вы просто понимали что это нужно прежде всего каждому гражданину украины ну и последнее по поводу 28 29 числа 29 число день расстрела висковых и добровольца в зеленом коридоре приезжают добровольцы военные в родственники в киев встречаются в разных городах вспоминают было я думаю что многие из вас придут тоже 29 числа на михайловскую площадь а 28 числа накануне уже третий год подряд мы приглашаем и приезжают несколько сот родственников матерей сестер дочерей отцов погибших висковых и мы их шануем у на михайловской площади 28 серпня 18 часов поэтому я прошу тех людей которым могут быть в это время в киеве которым не будет уже память которые могут прийти 28 числа накануне дня расстрела в зеленом коридоре 28 серпня 18 часов давайте встретимся на михайловской площади нас будет очень много давайте вшануем и героем и самое главное петли моего матерей загиблых запалим огонь памяти на следующий день 29 этот день когда встречаются хлопцы между собой когда вспоминают о небылое давайте 28 накануне вспомним именно о семьях и знаете много в жизни за четыре года и добровольцы и те кто пошел скажем так тянуть лямку в парламент мы все вместе то я думаю вы видели блядство подлости цинизма даже среди вчерашних своих там возможно товарищей и тем более на фоне всего этого ценится подвиг тех людей которые до конца остался верен украине который вышел несмотря на то что не было ни армии не милиции не сбу и защитил собой украину я хочу сказать что низкий поклон прежде всего тем матерям тем отцам членам семей этих людей которые вырастили вырастили этих людей я понимаю что им очень тяжело я понимаю что многие уже сейчас не помнят ради чего все это начиналось но настоящая элита нации это матери это жены это дочери эти отцы это семьи тех людей где которые вырастили вырастили тех кто свое поставил на второе на третье место на первое поставил украину многих из них уже нет с нами и если даже кто-то разуверился если кто-то уже махнул рукой вспомните что все мы живые мы должны им мертвым тем людям которые погибли не за то чтобы сейчас пели им ассану пышались а и венки носили а за то чтобы мы довели до конца то что начала небесная сотня то что начали хлопцы добровольцы то что по большому счету начали наши деды и прадеды что мы завоевали справа независимость справа незалежность справа державность и никуда никто из этой нашей любимой украины не хотел бы даже уезжать потому что наша страна наш народ наше государство не лучшие в мире но не должно быть лучше не только в нашем сердце но и на самом деле а это зависит только от нас с вами 28 серпня в 18 часов кто может встретимся на михайловской площади еще раз низкий поклон и тем кто погиб и тем кто жив и защищает нашу страну и их семью самое главное потому что они это те кто вырастил нам наши герои я